добрый день приветствую вас уважаемые слушатели и зрители нашего канала сегодня у нас на очереди третий выпуск ответов на ваши вопросы сегодня 6 декабря мы находимся в западной бенгалии в итак я честно говоря хотел так сказать сохранить за собой право редактировать или где-то как-то вот но опускать даже некоторые вопросы но некоторые из вас проявляют настырность вот и поэтому мне приходится отвечать даже на некоторые вопросы которые мне не очень нравятся вот но из уважения к вам я это сделаю и поэтому сегодня начну с вопроса который уже был у нас смысле он был но я его на него не хотел отвечать и так ирина просит пожалуйста составьте мою натальную карту я готова ждать сколько нужно ирина это не является философским вопросом и как бы вам и всем остальным сказать не в обиду но я не буду этим заниматься по разным причинам потому что у меня есть другие более важные дела да я изучаю практикую астрологию но что касается консультации то здесь все чрезвычайно выборочно вот то есть тем более вы пишете там что у вас неизвестно время рождения это обозначает мне нужно тратить время жизни для того чтобы определить ваше время рождения вот я считаю эти временные затраты для себя просто скажем так не оправданными вот поэтому я так сказать вежливо но твердо вынужден вам отказать в этом вопросе а что касается вашего вопроса хотела бы знать какие задачи на эту жизнь на чем надо работать я вам скажу проще развивайте свою преданность богу и вы не ошибетесь и не прогадаете это сто процентов основная задача для любого человека независимо от того какая у него натальная карта там какие у него где у него там раху кету где у него луна это все временные вещи поэтому моя задача вас сориентировать так сказать вот период переориентировать вернее с временного на вечные вещи астрология это не воздух не вода без нее можно жить вот поэтому в данном случае я занимаю сейчас такую позицию прошу на меня сказать не обижаться до разбор чужой кармы это не самое приятное дело поверьте так сказать поэтому я предпочитаю сейчас больше заниматься другими вопросами которые приносят больше блага и мне как душе и остальным душам также анна спрашивает благословение старших на духовном пути а также старших родственников святых мудрецов просто людей и проклятие пожелания поддержка и отсутствие поддержки в мысленном плане какое все это имеет значение для человека в общем и для человека вставшего на духовный путь в частности благословение являются очень важной частью культуры они подобны попутному ветру допустим если вы отправились на лодке куда-то так сказать в путь дорогу то этот попутный ветер он всегда будет помогать всегда будет хорош вот и поэтому благословение важны мы их ждем мы нуждаемся в них духовной жизни с другой стороны нельзя будет слишком зависим от этого вот потому что допустим если попутного ветра нет а плыть то как то надо вот тем не менее нужно двигаться и поэтому есть различные даже пути движения против ветра поэтому есть люди более зависимые от внешних влияния благословения есть люди менее зависимые вот поэтому все эти вещи мы скажем так принимаем как нечто важное как часть культуры именно как попутный ветер но мы не становимся зависимыми от этого вот поэтому обстоятельства сложились есть благословение хорошо благословение нет мы все равно продолжаем двигаться в этом направлении потому что уже самому по себе вот это вот знание которое нам открылась о высшей цели это само по себе уже благословение вот поэтому здесь не нужно слишком сильно быть зависим от всех этих моментов хотя когда они есть отказываться от них конечно тоже не следует николай спрашивает хотелось бы узнать имеет ли какое-либо значение для души в ее посмертном пути то каким образом было утилизировано тело в котором она была воплощена будь то кремация или предание земле да все имеет значение имеет значение какая у нас будет жизнь в зависимости от того каким было зачатие во многом наше будущее воплощение зависит от того какая была смерть и посмертные всевозможные церемонии вот поэтому в ведической традиции есть так называемая антиэштикрия это посмертные ритуалы по ушедшей душе вот ведическая культура она построена на самскарах на очистительных церемониях которые еще предшествуют рождению так называемая гарбадхана самскара перед зачатием родители совершают потом в процессе жизни различные самскары и после так сказать завершения физического существования вот это вот посмертные самскара также допустим в девятой песни шимад бага в этом есть одна глава где описывается как потомки нашли останки своих предков которые там когда-то отправились в какой-то так сказать путешествие и там их настигла неожиданная смерть была какая-то битва они были убиты вот и их тела остались лежать в поле там они как-то уже сгнили и так далее и вот потомки уже потом нашли их позже тела вот и говорится что они окропили эти вот их останки их кости водами ганги и души этих предков получили освобождение вот поэтому в общем то так сказать кремация это всегда предпочтительно даже если по каким-то культурным или там семейным причинам она невозможна по меньшей мере тело этого умершего человека можно как-то окропить освещенной водой вот или допустим предлагать его изображению просад освещенную пищу совершать определенные это очистительные ритуалы так называемые шратха во благо от этого туши и души как будто посылать ему такие вот духовные так сказать посылочки передачки чтобы это помогло ему дальше определиться проводить какие-то ритуалы вот это является частью ведической культуры даже если погребение произошло не по всем а вот этим вот желательным стандартам поэтому в общем-то это имеет значение как мы сюда вошли как мы жили здесь и как мы отсюда вышли вот поэтому вайшнаба в принципе на это обращаю также внимание далее лилия спрашивает если интимные отношения ведической традиции предназначены только для зачатия детей тогда почему в них присутствует элемент чувственного наслаждения дело в том что если бы этого элемента чувственного наслаждения там не было кто бы этим вообще говоря занимался вот то есть рождение детей она всегда проблемно беременность для матери роды тоже и потом воспитывать их как менее по минимуму там 20 лет вот то есть это достаточно проблемное дело если бы это все еще не сопровождалось так сказать вот этим вот чувственным наслаждением то тогда кто-то этим этим и вообще не занимался поэтому данном случае господь он как говорится совместил приятное с полезным вот и поэтому большинство людей появляются на свет через вот эту вот силу вожделения в в бхагавадгите в 10 главе двадцать восьмом стихе кришна говорит среди средств поражено среди причин порождения потомство есть кандарпа бог любви вот это вот эмоция которая соединяет мужчину и женщину которая толкает их навстречу друг другу вот которая толкает их к этой близости вот она фактически является самим кришной вот поэтому в общем то так сказать для того чтобы этот мир был наполнен живыми существами чтобы они могли исполнять свои желания и чтобы осуществлялись так сказать и определенные планы господа и духовная эволюция чтобы шла нужно чтобы произошло определенным образом рождение вот а чтобы рождение произошло для этого нужен контакт а вот этот вот контакт мужчины и женщины он как раз скажем так инициируется вот этим вот кандарпа или вот богом любви поэтому элемент чувственного наслаждения он здесь всегда присутствует что касается от этого четвертого принципа вернее так сказать да что это значит половая жизнь только для зачатия потомства это скажем так ну высший пилотаж это для людей высших классов в ведической традиции то есть людей которые способны контролировать свои чувства люди в общей своей массе людей они на это в принципе не способны и как правило люди в общей своей массе не сильно интересуются духовным развитием поэтому они естественно используют половую жизнь большей частью для наслаждения вот нашила правопада своих книгах он все время отмечается самые такие высокие самые тонкие элементы культуры поэтому он делает такие утверждения что строгом смысле слова половая жизнь она предназначена для зачатия детей можно сказать так что зерно пшеница предназначена для того чтобы из нее печь хлеб но мы знаем что некоторые из пшеничной муки извини вернее из пшеницы делают пшеничную водку понимаете поэтому одно и то же явление можно использовать его и так и сяк то есть понятное дело что этот контакт мужчины и женщины вот это вот так сказать животворящая их сила совместно нужно для рождения ребенка вот и с таким пониманием люди наиболее цивилизованные так и действует потому что у цивилизованных людей у них есть более высокий вкус более высокое понимание поэтому секс для них не играет такой важной роли люди у которых нет этого более высокого понимания для них секс это вот такой чисто психофизиологический контакт который нужен им для удовлетворения тонкого своего и физического тела поэтому одно и то же действие люди используют с разной целью зависимости от уровня их развития далее Инна спрашивает как быть если постоянно испытываешь чувство вины за все и перед всеми за все проблемы и трудности которые случаются у людей из близкого окружения когда их эмоции моментально передаются тебе и ты начинаешь чувствовать что это ты виновата в том что людям плохо ну это неправильное понимание вещей с одной стороны философски неправильное и конечно очень такой излишне чувствительный ум вот так можно себя просто погубить если вот постоянно себя вот этим чувством вины накачивать что вот я виновата и виновата во всем что происходит вокруг это неправильно философски понимаете потому что какая-то доля вины может быть чем то есть но в любом деле никто никогда не виноват на сто процентов всегда есть какая-то дозировка ответственности вот и поэтому вы не можете на себя взваливать всю вину за все эти вещи это немножко такой болезненный аспект психики и его нужно как-то вот не знаю философски откорректировать что каждый человек получает свою долю ответственности если вы будете брать все это на себя то так можно просто сгореть понимаете есть отдельные какие-то личности аватары которые приходят так сказать для того чтобы взять на себя грехи человечество но если вы вы к их категории не относитесь то лучше так сказать поберечь свою психику от всего этого потому что это только загружает вас негативом и никакого блага не дает вот поэтому лучше всего так сказать понять что это не соответствует реальности вы не можете быть виноваты за все вот если у каждого есть своя доля ответственности малой познает мир еще раз пользователь с этим интересным именем задает вопрос как определить находится кришна в божестве или нет есть какие-то признаки указывающие на это то чем вы спрашиваете признаки это что-то из области эмпирического опыта нам вот но кришна находится выше наших чувств одно из его имен звучит как от хокшаджа то есть тот кто находится за пределами чувственного восприятия поэтому здесь вы не найдете никаких материальных внешних признаков того присутствует кришна в божестве или нет даже не надеетесь на эти вещи вот да есть такие личности очень такие тонкие духовно чувствительные маха-бхагаваты которые как говорится с богом так вот очень близко общаются они это могут почувствовать вот но не при помощи пратьякши то есть не при помощи какого-то эмпирического опыта а на уровне вот это вот глубинные связи через сердце для обычной обусловленной души здесь нету так сказать никаких признаков даже об этом и не думаете тот же автор продолжает вопрос в бхагавадгите кришна говорит из очищающего я ветер что здесь имеется в виду это очень простой вопрос представьте себе что в городе вдруг нет ветра и все выхлопы все газы и так далее все как говорится это ваши дань вот и поэтому кришна говорит среди очищающих я ветер павана это буквально обозначает то что выносит выметает этот вот всю грязь это как такая знаете естественная природная вентиляция допустим на кухне готовят включать эту вытяжку вентиляцию до чтобы все эти вот пары все эти вот запахи там какого-то горелого масла или все прочего чтобы все это выходило то есть изначально ветер это если это вот естественная вентиляция поэтому люди еще говорят а пойду проветрюсь да проветрюсь обозначает как будто очищусь как-то немножко или вот говорят давайте проветрим комнату с проверьте для того чтобы как-то вот какие-то запахи или что-то еще выгнать оттуда то есть ветер это естественно вентиляция которая очищает пространство елена спрашивает с чего начать изучение аюрведы какие источники и книги лучше использовать я небольшой специалист по аюрведе я так как сам себе домашний доктор вот из всех тех источников которые я читал мне больше всего понравились книги субботялова михаила альбертовича изучаем аюрведу легко и просто это первая книга и вторая по моему там лечимся с аюрведой или или практикуем аюрведу легко и просто это вот две две части одной и той же книги вот есть книги там васан тлад там какие-то еще вот много так сказать сейчас достаточно из этих вот различных источников существует но с точки зрения такой базового базовой концептуальной философии аюрведы книги субботялова мне показались наиболее доступными и такими толково изложенными наталья спрашивает как сохранится страдание к больным и несчастным если знаешь что они заслужили это по карме духовное знание показывает нам что да вот есть закон кармы причинно-следственной связи и люди страдают по карме но если у нас будет только это вот понимание кармы и только чувство справедливости что вот это вот до этой по делам как говорится заслужили но при этом не будет сострадание тогда наше развитие оно не будет гармоничным то есть господь самое справедливое живое существо вот высшее существо но если у него будет только чувство справедливости не будет сострадания нам тут как говорится болтаться в этом мире до бесконечности Поэтому, несмотря на то, что все, что мы получаем, то, что мы заслужили, это то, что нам по делам, при этом благодаря состраданию Бога Он приходит сюда и вытаскивает нас. То есть Его сила прощения, как говорится, вышемщения. Поэтому справедливость – это один уровень понимания того, что происходит в мире. Но сострадание – это более высокий уровень. То есть сострадание перекрывает справедливость. И поэтому, возможно, помощь… Допустим, человек упал с балкона, пьяный, напился и выпал с балкона. Мы говорим, ну и по делам ему, пускай лежит. Но нет, мы же звоним, скорая помощь приезжает. И хотя он там, может, и достоин того, и совсем он человек не очень-то хороший. Но врачи – это как проявление энергии сострадания. Они должны этого человека обслужить, даже если у него там и полиса нет, и не поймешь, кто он такой бестолковый. Они давали глядву Гиппократа. То есть эта энергия сострадания, желание помощи, оно должно присутствовать. Поэтому общество было бы просто страшным, если бы в нем было только чувство справедливости, но не было бы этого чувства сострадания. Поэтому сострадание должно всегда идти с некоторым опережением, чем справедливость. Лидия спрашивает. На каком основании аборт считается грехом, если душа вечна? Не удалось прижиться в одном теле, пойдет в другое. Так можно любое убийство оправдать. Ну вот паф-паф, все там. Ну в этом теле ты не прижился, поживи в другом. Да душа же вечная. Так нельзя делать. Аборт – это убийство маленького, так сказать, беззащитного существа. Господь направляет каждое живое существо в то или иное место. Допустим, он направил его в чрево какой-то определенной матери. Мать по своим каким-то там причинам решила, что ребенок ей не нужен. Она совершает аборт. То есть она, это все, как бы государство позволяет эти вещи. И все это возможно. И вроде как вопрос решен. Но, как правило, женщины, сделавшие аборт, они чувствуют какое-то чувство вины, с большей или меньшей степени, в том, что что-то неправильно они сделали. Потому что фактически получается, что они удалили из своего тела тут живое существо, которое к ним послал Господь. То есть Господь дал дом, будущий дом этому живому существу в чреве этой матери. Мать по каким-то своим причинам, сейчас не будем сказать по каким, она решила, что не будет здесь ребенок этот жить. Это ее свобода воли. Но в следующей жизни она может стать бездетной, или какие-то другие проблемы могут произойти в ее жизни. Ожесточится сердце может. Чувство эгоизма такое возрастет, что человек думает в первую очередь о себе. А не о других. Поэтому то, что душа вечна, это не обозначает, что с телом этой души можем делать все, что угодно. Это порочная логика. Следующий вопрос также от Лидии. Изначально существует постоянное количество джив, которые меняют тела и планеты. Это вопрос. Да, количество джив бесконечно, постоянно. Хотя люди на это возражают. Говорят, что где-то там население возрастает. Нигде никакое население не возрастает. Просто одних живых существ одного типа становится больше, другого типа становится меньше. Допустим, вырубаются в огромных количествах деревья, и уничтожаются в огромных количествах. Там все эти животные на бойнях, куры, бараны, коровы и так далее, свиньи. Поэтому в каких-то формах становится меньше, в каких-то формах становится больше. Количество живых существ, оно вечное и постоянно. Более того, существует... Бежнее, бесконечное и постоянно существует огромное количество вселенных. И, так сказать, компенсировать недостаток одних или других, так сказать, это не проблема. Планеты, эти вселенные, они разные по размерам и циклические. Они немножко одни раньше, появляются другие позже. Какие-то дживы могут перейти туда или сюда. То есть, учитывая всемогущество Бога, вот эта вот, скажем, какая-то определенная корреляция, компенсация одного за счет другого, это вообще не является проблемой. И также от Лидии еще один вопрос. Можно ли перечислить законы Бога? Ну, долго придется перечислять, потому что все законы – это законы Бога. Вот мы привыкли говорить, это вот закон Ома, это закон Ньютона, это закон какого-нибудь там Бойля Мариотта. Нет никакого закона Ома, нет никакого закона Ньютона, никаких этих всех вот искусственных вещей нет. Есть только законы природы. Вот эти законы природы, фактически природа, она, что за слово такое? При это обозначает рядом, род. Род – это источник рождения. Природа – это обозначает то, что возле рода находится источник рождения. Поэтому законы природы – это законы Бога, которые просто проявляются в сфере относительной материальной реальности. И никто из нас, никто из людей не способен гарантировать постоянство и непрерывность всех этих законов. Если это гарантируем не мы, значит, это другой. Потому что есть законы, значит, есть законодатель. Поэтому законы природы, законы морали, потом какие-то уже высшие законы, законы причинно-следственной связи, законы кармы – это все законы, которые гарантируются законодателем. Люди могут открыть закон. Допустим, Архимед лег в ванну, увидел, что поднялся уровень воды, говорит, о, Эврика открыл, да? И назвали теперь закон Архимеда. А что, да, Архимед этот закон не действовал, что ли? Вот, то есть люди очень, так сказать, легко присваивают себе там какие-то законы. Вот, а когда они говорят про законы Бога, говорят, а можно перечислить? Да все законы, которые вы знаете, природы – это все законы Бога. Вот, просто они названы там какими-то разными именами и названиями, просто потому что люди не понимают природы вещей. Кто может гарантировать в изменчивом мире постоянство законов? Только тот, кто является повелителем этого мира. Мы все просто играем по этим правилам, по этим, мы подчиняемся этим законам. Мы можем их открыть, мы можем сформулировать, мы можем там как-то какую-то формулу написать, да? Но создать закон мы не можем. Люди, конечно, могут создавать там какие-то такие законы однодневки или какие-то временные. Там в Думе они посидели, подумали, какой-то закон придумали, потом он не работает, а ладно, там отменили или как-то там переделали. Вот мы сейчас не про такие законы говорим. Мы говорим про законы, которые являются фундаментальными, вечными и неизменными. И они все исходят из высшего источника. Поэтому все законы, которые вы знаете, они все под авторством Бога. И еще Лидия спрашивает, в чем отличие памяти как функции разума от памяти как функции параматмы? Уже этот вопрос задавался, но, видимо, не было ясности. Уточним. Итак, параматмы является источником памяти. Живое существо со своим разумом – это то, что ответственно за сохранение, допустим, того, что мне дали. Мне что-то дали. Допустим, Господь дал нам природу, дал какую-то среду обитания. Можем ее сохранить, а можем ее испортить, допустим, отравить ее какими-то вредными производствами и так далее. То есть он источник всего благого, а мы как с этим благим поступим, это уже наша свобода воли. Точно так же, допустим, Кришна является источником параматмы, является источником памяти. Но если человек пропил все свои мозги, то теперь у него, как говорится, дырявая память. Или, наоборот, человек ведет благостный образ жизни, и поэтому то, что Господь дал, оно у него сохраняется. То есть у него память становится крепкой. Вот поэтому он источник, а мы преемники, то есть мы получили, и вот теперь, в зависимости от нашего образа жизни, чистоты и так далее, эта память, то, что нам дано, она будет более крепкой или менее крепкой, в зависимости от того, как мы живем. Кирилл спрашивает. Моя жена часто придает превосходную эмоциональную окраску различным бытовым мелочам. Без ума от какого-то блюда, обожаю какую-то песню. И похожие эпитеты в адрес, в общем-то, обычных, каждодневных событий. Я, конечно же, оставляю за ней право чувствовать и выражать свои чувства по любому поводу, но иногда такая эмоциональность натурально раздражает. Помогите лучше понять человека, откуда берется такое желание выкрасить события, явления и вещи в яркие краски. Ну, во-первых, я бы на вашем месте порадовался, что жена эмоциональная, а хуже было бы, если бы все было наоборот. Она говорит, ну да, как тебе? Да ладно, ничего, все нормально, да, все хорошо. Бегликих эмоций, да? Вот, может быть, где-то как-то вы человек другого типажа, поэтому это вас как-то немножко смущает. Но вообще эта эмоциональность, во-первых, она естественная для женщин, хотя, может быть, не для всех, тоже бывают разные люди. Вот, и она показывает, что у человека, в принципе, позитивный настрой в жизни, она умеет видеть позитивную сторону вещей. Вот, и как-то так вот она, ну, немножко, может быть, в какой-то превосходной степени все это приукрашивает. Но это лучше, чем наоборот, потому что, в конце концов, все удивительные, прекрасные творения этого мира, они созданы лишь из искры великолепия Бога. И поэтому человек, подчеркивая там какие-то красоты или чего-то еще, фактически косвенно признает, или, скажем так, косвенно восхищается вот этими проявлениями Бога, которые через материальную природу, через какой-то вкус, талант там или что-то еще. Вот, поэтому я думаю, что ей проще будет, так сказать, полюбить Бога, принять его, потому что она уже вот так вот очень ярко и позитивно оценивает его творение. Что за особенности психики? Как правило, это вот указывает на такую немножко чувствительную Венеру и Луну. Вот это вот сильная Венера, сильная Луна, они дают вот такую какую-то повышенную эмоциональность. Обычно это так выглядит с точки зрения астрологии. Катя спрашивает, мне приснилась встреча с Кришной. Во сне я почувствовала, что влюбилась в Него и была переполнена эмоцией и счастье от этой встречи. Сон прошел, а влюбленность осталась. Говорит ли это о том, что я имею наглость и слишком огромное эго воображать себя в таких отношениях с Господом у себя во сне? Это деградация моего сознания? Это не деградация. Вектор выбран правильно, все хорошо. Единственное, так сказать, что ум ваш слегка поторопился с выводами и присвоил себе то, что обычно является плодом, так сказать, усилий, плодом долгого служения. Если вот это чувство у вас останется на годы, на десятилетия, оно будет возрастать, тогда можно вас поздравить с тем, что вы, так сказать, не ошиблись и не просто, скажем, эмоционально приписали себе все это. Если же это все как-то, так сказать, через какое-то время улетучится, ну это обозначает, что тут ваше воображение, так сказать, немножко приписало себе то, что пока еще не принадлежит вашему духовному опыту. Но в целом это наша цель, просто нужно понимать, что она не так быстро достижима, как хотелось бы, вот и поэтому здесь нужно, так сказать, к этим эмоциям чуть-чуть добавлять критического мышления, чтобы оценивать, насколько это все долгосрочно, настолько все это глубоко. Потому что все, что настоящее, оно переживает время, оно переживает трудности, оно переживает испытания. Если ваше чувство к Кришне переживет все эти испытания, ну тогда все хорошо. Если нет, значит это какой-то элемент сентиментализма и фантазии. Анна спрашивает. Уровень Мадхиама Адхикари подразумевает знание шастр. Означает ли это, что достичь уровня Мадхиамы под силу лишь людям с брахаманической природой? Шастры изучать и понимать может каждый человек. Просто люди с брахаманической природой могут их понимать глубже, они имеют, может быть, больше вкуса к изучению этих всех вещей, может быть, они глубже разбираются в деталях. Но на определенном уровне каждый может понять шастры. То есть, как существует обязательное, предположим, образование, ну среднее считается, минимум среднее образование, оно обязательно для всех. А высшее уже желательно, но не обязательно. Точно так же в духовном плане, может быть, не все станут пандитами, великими учеными и так далее, но получить базовое духовное образование желательно всем. И поэтому существуют шастры, которые можно просто прочитать, ознакомиться, понять их на каком-то определенном уровне, а можно глубже изучать и понимать глубже. И поэтому мы видим, что мадья, мадхикари, да, они, к сожалению, не так часто встречаются, но тем не менее, эта литература распространяется с определенной надеждой, дается шанс. То есть, мы не говорим, что брахманов мало, поэтому тираж будет маленький, мы дадим столько-то книг, все остальное там макулатура будет лежать. Нет, мы так не говорим. То есть, мы всем даем шанс, чтобы все люди могли попробовать, а уж на сколько процентов они все это примут, смогут, это уже их индивидуальный выбор, индивидуальные возможности. Но не нужно думать, что только брахман может стать мадья, мадхикари. Это не так. Любой преданный может достичь этого среднего уровня. Вот эта твердость, даже если мадья, мадхикари не до конца знает все шастры, на меньшем мере его вера крепка. То есть, это тоже один из признаков мадья, мадхикари. Утта, мадхикари, тут идеально знают шастры. Мадья, мадхикари знают шастры неплохо, хорошо, но и не идеальным образом. Вот, поэтому мадхикари, в принципе, может потенциально стать любой преданный, любой человек. Анна задает вопрос. Нужно ли наносить тилоку на тело перед сном? Нет, тилоку наносит на чистое пробужденное тело. Сон обозначает, что вы сейчас будете погружаться в невежество, будете отключаться уже от своих основных таких функций. Тело будет отдыхать, восстанавливаться. Поэтому нет необходимости носить тилоку перед сном. Не уверен, что правильно прочитаю имя, но я постараюсь, если я ошибусь, заранее меня извините. Гунтарс Кокулс. Пожалуйста, расскажите, что нужно практически делать, согласно вайшнавской традиции, во время, когда умирает другой человек, как ему можно помочь в этом процессе, чтобы он после оставления тела мог вернуться в духовный мир. Чтобы вернуться в духовный мир, нужно много постараться. Это не вопрос. Такие вопросы в последний момент не решаются. Вот эти все вопросы, их нужно заранее, так сказать, готовить. Человек должен жизнь прожить в преданном служении. Может быть, даже не одну прежде, чем вернуться в духовный мир. Это не такая дешевая вещь. Хотя, конечно, духовный мир, он тоже разнообразный. Достичь освобождения, в общем-то, не является проблемой. Даже на планету Вайкунхи попасть не является большой проблемой. Это все достаточно просто. Но если мы говорим о духовном мире, вот как вот в Гаудеево-Ишнавском, таком вот контексте, Галлока Вриндавана и так далее, это очень высокий уровень. Здесь все не так просто. Поэтому эти все вопросы в последний момент не решаются. В последний момент можно, скажем так, помочь человеку как-то вот хотя бы пойти наверх, если он всю жизнь жил как-то вот не так, то крайне мало шансов, что вот мы там последний момент раз-раз его в духовный мир отправили. То есть это маловероятная ситуация. Поэтому здесь нужно просто реалистично взвешивать вот эти все возможности. Далее. Значит, что я сам могу делать для себя во время оставления тела? В момент смерти можно только молиться Кришне, чтобы он, видя наше беспомощное положение, вошел в наш ум и компенсировал всю нашу, так сказать, неспособность, вызванную этим вот состоянием смерти. Также, если можно, расскажите о разных местах в духовном мире, куда душа может отправиться после смерти и какие критерии, чтобы мы могли туда попасть. Есть духовный мир, это безличный брахман, это вайкунха, там, где вот такие нейтральные и отношения служения с Верховным Господом. Есть матхура, дварака, галока. Это все уровни более и более сокровенные, более все более высокие, где отношения более тонкие. И квалификация для попадания в эти места только одна – любовь. Чем более она специфична, чем более она интенсивна, тем более, как говорится, прицельно туда можно попасть. Это отдельная большая тема. Если человек умирает согласно вайшнавской традиции, должен ли он тоже проходить все стадии смерти? Три дня, девять дней, сорок дней? Или такой человек сразу после разрыва с физическим телом направляется в духовный мир? Сразу практически ничего не происходит. Как рождение не бывает мгновенным, девять месяцев приходится провести в очреве матери, так и смерть. Она для физического тела – это какое-то одномоментное состояние, может быть. Но далее душа проходит через разные этапы. И поэтому на все требуется определенное время. Если хотите почитать об этом более подробно, Шимат Багава, шестая песня, глава вторая, где история Аджамилы описывается. Это такой напряженный был момент смерти, когда человека собирались изобрать в ад. Но в последний момент он произнес святое имя Господа Нарайны. И этот вердикт, что называется, был отменен. И, так сказать, судьба какое-то время его решалась. Поэтому, как правило, даже вайшнаф, если это, допустим, если это чистый вайшнаф, все у него одноправленное сознание, тут все проще, как говорится. Если это вайшнаф, но с какими-то еще смешанными материальными желаниями, это не обозначает, что он попадет в духовный мир. Он может пойти выше в следующей жизни, не продолжить свое преданное служение. То есть, какое-то время, так сказать, еще уйдет на определение его судьбы. И еще вопрос. Есть ли духовное тело в духовном мире, и какое оно? Конечно, есть. Как Шила Прабхупада говорил, что если вы видите, что висит в магазине костюм, пиджак, брюки, обозначает, есть под него какое-то тело. Точно так же сам факт наличия физического тела обозначает, что если физическое тело, как костюм, значит, есть какое-то живое существо, которое носит это тело. Это называется сварупа, то есть, своя собственная вечная духовная форма. И она у каждого своя, она соответствует тому типу отношений с Богом, который является для живого существа предпочтительным. Еще продолжение вопроса от Дмитрия. Вопрос остался незаконченным. В прошлый раз там было что-то про отношения с Богом живым. Я, скорее всего, не до конца неправильно понял этот вопрос. Он уточняет. Я спрашивал о служении при Боге живом. Поясню. Живом, значит, воплощенным. То есть, человек, но не человек. Очень красивый, светится, и все знают, и видят, так сказать, и в очках, и без очков, и говорят, что это он, Бог. Все сразу знают, кто он, когда он гуляет по городу. Много реальных спецэффектов, фактических, визуальных, личностных и химических, когда он идет. Это не шутка. Все видят и говорят. Вопрос в мое служение при таких вот обстоятельствах. Но я все равно вынужден сказать, что этот вопрос немножко умозрительный. Потому что в материальном мире, когда Бог приходит сюда, здесь все, так сказать, дуально. И поэтому, когда Кришна был здесь, пожалуйста, он идет по Хастинапуру или по какому-то другому месту. И не все знают, что он Бог. Потому что он открывается согласно сознанию живого существа. То есть, Бог, он одновременно и объективен. Он объективно всегда присутствует. Но открывается он нам настолько, насколько мы субъективно в него верим, понимаем и так далее, какие у нас отношения с ним. Допустим, в Махабхарате описывается, как Кришна открыл частично свою вселенскую форму Дурьотхане. На него это не произвело никакого впечатления. Хотя, допустим, на Арджуну произвело колоссальное впечатление вселенской формы. Потому что Арджуна понимает статус Кришны, уважает его, любит его, а Дурьотхана нет. Поэтому просто какие-то там спецэффекты, сияние и прочие вещи, это не каждый может видеть, и даже не каждый может это оценить. Понимаете? Поэтому, допустим, когда Кришна в Двараке, там все знают, что он Бог. Он идет, и все это знают. А, допустим, потому что это его город. А в тех местах, где, допустим, он был там по делам, допустим, в том же Хастинопуре и так далее, там не все это понимали, не все это осознавали. Поэтому тут идет Бог, но одни это понимают, а другие это не понимают. Одни это видят, другие это не видят. В духовном мире это все очевидно всем, и поэтому там все в восторге. А в материальном мире, вот он идет, Бог, допустим, для верующих Христос, это, как сказать, Сын Божий или Сам Бог, а для неверующих это просто смутьян, которого взяли и распяли. Понимаете, да? Вот. Поэтому вот одна и та же личность, но отношения совершенно разные в зависимости от сознания. Поэтому то, что очевидно для одних, не очевидно для других. И Бог в этом мире, Он не нарушает права неверующих. Если есть люди, которые являются неверующими, Он не лезет в их, так сказать, судьбу, Он не лезет в их выбор, Он позволяет им не видеть себя. Он позволяет им находиться в иллюзии. Поэтому, если, скажем, Бог всем демонстрирует, что Он Бог, А как же права атеистов? А как же права неверующих в этом материальном мире? Они имеют право интерпретировать все это по-своему. Понимаете? Вот они скажут, что это какое-то там неопознанное, какое-то там астрономическое явление, или что-нибудь еще там, какое-нибудь атмосферное явление, да? А вы подумали, что это там вот летающие тарелки, а вы подумали, что это Бог. Вот. Поэтому в мире двойственности здесь всегда будет этот элемент двойственности. Поэтому я закончу тем же, с чего начал, что в материальном мире этот вопрос является умозрительным, а в духовном мире он является, так сказать, абсолютным и естественным. На этом мы сегодня закончим. До новых встреч. Спасибо вам за ваши вопросы. Субтитры сделал DimaTorzok